Всем привет! Вы на канале 4туриста. Сегодня мы с вами сделаем еще одну распаковочку, но она будет очень необычная. Погнали! Это самый обычный конверт. Казалось бы, да? Но давайте его откроем. Это банковская карточка Apple, которая принадлежит мне. Здесь указано мое имя, но при этом на этой карточке больше нету никаких данных. Эта карточка не имеет номера, срока годности и заветного кода. Но это не значит, что она бессрочная или безномерная. Мы заходим в приложение, активируем карту и только в приложении у нас отображаются все эти данные. Это очень удобно. Еще один плюс. Я не ходила в банк, не заполняла кучу документов. Это было все онлайн и, как вы видели, карточку мне прислали просто в конверте. А еще у меня не открыт банковский аккаунт. Как так? А очень просто. Банковский счет и баланс на этой карточке моего мужа, но она именная и она моя. Зачем мне это надо? Спросите вы. Но я вам могу на это очень легко ответить. Как-то раз я пришла в DMV. Это местная ГАИ. И там, отстояв 4 часа в очереди, меня попросили оплатить госпошлину в размере 3 долларов. Такая мелочь. Но у меня с собой оказалась карточка мужа. И у меня ее не приняли, потому что мужа со мной не было. И получается, что владельца карты нет. И я ушла. Да, было очень обидно. И после этого муж предложил оформить мне вот такую карточку. Еще один плюс этой карты в том, что как-то раз со счета мужа было списано почти 500 долларов. Он сразу обратился в банк. Его карту заблокировали. И пока было разбирательство и признание данной операции как мошеннической, ему не пришлось перевыпускать карту с новым номером. Номер карты и код просто изменили в приложении. И он дальше смог пользоваться своей картой. Так что у этой карты одни сплошные плюсы. Ну а с вами, как всегда, были 4 туриста. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч!